Гайка Борисовича Бабуханяна, Татула Нурайровича профессора Манасыряна и Микайла Сергеевича Мелкумяна размещены на сайте союзинфо.ем на русском языке для корректного цитирования. Можете пользоваться, это очень хорошо. И позвольте мне сказать два слова в качестве координатора Евразийского экспертного клуба. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. После трагической ноябрьской войны в армянском обществе очень оживилось обсуждение тем армяно-российского стратегического союза. И мы имеем новую ситуацию, когда армянское общество хочет понять, возможно ли развитие, всемирное углубление и укрепление этого союза дальше, в сторону сплочения, что будет играть самое положительное, иметь влияние на защиту нашего национального суверенитета, нашей безопасности и решения вопросов национальной безопасности. Наш народ хочет понять, и это обсуждается везде, на любом уровне, как дальше пойдут армяно-российские отношения на фоне новых явлений в нашем неспокойном регионе, на фоне активизации армян-турецко-азербайджанского тандема, на фоне ужесточения отношений глобального Запада к Российской Федерации и прочих нехороших и дружественных моментов, в том числе пандемии коронавируса и ее последствий, которые могут влиять на международные отношения и, в частности, на наши двусторонние отношения. Инициатива Евразийского экспертного клуба по проведению этого мероприятия является ответом запросов армянского общества в этой связи, и мы хотели бы, чтобы наши сегодняшние докладчики в равной степени, как и участники мероприятия, наши уважаемые профессора, доценты, офицеры, генералы, могли бы поучаствовать, внести свой вклад в анализ международных процессов и процессов двусторонних отношений, и этим способствовать большему пониманию важности и роли российско-армянских, армяно-российских отношений для исторических судеб армянского народа. Если в ближайшее время, в эпоху предвыборных активностей разных политических сил, а вы знаете, что вчера уже стало ясно, что выборы будут 20 июня, мы сможем создать такую конструктивную атмосферу в нашем обществе, где есть понимание необходимости развивать армяно-российские отношения всемирно, придать им новый импульс. Если нужно придать большее задержание, большую глубину, и все прочее связано именно с тематикой нашего стратегического союза, то мы будем считать, что Евразийский экспертный клуб внес свой компетентный вклад в большее понимание этих проблем и этих перспектив в армянском обществе. Поэтому спасибо всем вам, что в рабочий день в 10 утра вы нашли возможность прийти и посидеть 2 часа на нашем мероприятии. Друзья, хочу особо приветствовать за нашим круглым столом нашего соучредителя Евразийского экспертного клуба дорогого Владимира Анатольевича Лепехина, директора института ЕАЭС. В мае 2014 года мы с Гаником Ашотовичем Арутюняном и Владимиром Анатольевичем Лепехиным создали Евразийский экспертный клуб, членами которого сегодня являются уже, вот учитывая еще двух наших новых членов, 45 ведущих армянских специалистов в своих областях, которые ведут активную деятельность в направлении усиления, укрепления нашего братства и стратегического союза. Поэтому мы, учитывая то, что Владимир Анатольевич Долгий путь преодолел, приехал к нам, мы дадим ему 2 до 25 минут на выступление программное, а всем остальным участникам, докладчикам до 15 минут, а приветствия и комментарии с мест до 5-7 минут. В ровно в 12.00 мы завершаем работу нашего круглого стола. Нас будет ждать здесь хорошее угощение. Дорогие друзья, итак, слово предоставляется директору Института Евразийского экономического союза, кандидату философских наук, соучредителю Евразийского экспертного клуба Владимиру Анатольевичу Лепехи. Спасибо.